Добрый день, меня зовут Фёдор Кошель и сегодня я хотел бы поговорить про базовые принципы разработки. На самом деле слово базовые не совсем правильное, изначально презентация была на английском и здесь было слово base. То есть это что-то вроде низкоуровневых или каких-то фундаментальных принципов. Но я думаю это должно быть понятно и с дальнейшей презентации. Так, для начала немного обо мне. Как я уже сказал, меня зовут Фёдор, я лид-бэкэнд инженер в компании Distribution GmbH, это в Берлине, в Германии. По образованию я астрофизик, занимаюсь разработкой программного обеспечения уже более 10 лет и из них более 7 лет на Ruby on Rails. 4 года я живу в Германии, в качестве хобби увлекаюсь фотографией, яхтингом, ну и играю на гитаре. Где же здесь дальше вы можете увидеть ссылки на мои профили в социальных сетях, как GitHub, LinkedIn и если кому-то интересны фотографии, то даже Flickr.com. Итак, зачем нам нужны принципы? Давайте представим, что у нас есть подобная модель, написанная для Ruby on Rails. Она пока не выглядит слишком большой, но если учесть, что связанных моделей, валидации, каллбэков может легко оказаться в 10 раз больше, то и разрастется она в 200 строк кода вместо 20. И это еще при отсутствии бизнес-логики, то есть я предполагаю, что ее уже вынесли в сервисы. Как мы можем улучшить данную ситуацию? Обычный ответ при помощи паттернов. Здесь я написал, какие паттерны могут быть использованы для оптимизации нашего кода. Например, делегейты выносятся в декораторы, acceptNest attributes хорошо выносится в form object, я бы даже назвал это best practices, ну и все остальное, query object, validators, create services и так далее. Все выглядит неплохо, мы применили множество разных паттернов проектирования, в модели остались только отражения связей в базе данных, и в принципе, что еще может понадобиться. Основная проблема тут в том, что паттернов очень много. Мы применили 6 штук, еще 6, которые мы не применили, я здесь написал, но в реальности список гораздо больше. И их всех придется учить, понимать, запоминать и так далее. Как сказал Яки Хиро Мацумото еще в 2016 году на Rails Club, be lazy, то есть программист должен быть ленивым. И паттерны помогают нам быть ленивыми. Принципы, они более низкоуровневые и более гибкие, паттерны на них основаны. То есть, запомнив небольшое количество принципов, мы можем, в принципе, не запоминать все шаблоны, а придумывать их уже на ходу, потому что они на принципах основаны. Ну и еще один немаломажный момент – это собеседование. В последние годы практически на каждом интервью меня спрашивают про принципы Solid, и сам я задаю этот же вопрос, когда веду интервью. Ну и, к сожалению, далеко не все могут вмятно объяснить, что это такое и как этим пользоваться. Что же такое принципы? Принципов разработки существует тоже немало, для разных ситуаций, для разных языков. Например, всем известный dry – don't repeat yourself. Это одна из основных парадигм Rails, и ее знают почти все. На мой взгляд, это далеко не самый лучший подход, потому что зачастую он сводится к тому, что когда у нас есть какой-то одинаковый код в двух местах, мы стараемся его унаследовать или вынести в модуль, но ни в коем случае не копировать. При этом, если на самом деле этот код используется по-разному в разных частях кода, нашей кодовой базы, то зачастую меняться и развиваться он будет по-разному, и функционал у него на самом деле разный. И тогда нам его все равно придется рефакторить и копировать в разных местах. Этот принцип я не очень люблю. Полный список того, что предпочитаю лично я, выглядит вот так. Это Composition over Inheritance, Solid принципы, по большей части SO и L, потому что остальные применимы не так хорошо в Ruby, и набор примерно одинаковых принципов, это Keep it simple, You are not going to need it, и Avoid premature optimization. Полный список, в принципе, я постараюсь рассказать далее. Но я рекомендую подбирать всем понравившиеся принципы под себя и свойстили разработки, а не просто слепо копировать чужие, потому что они вам могут попросту не подойти. Давайте пройдемся по каждому принципу по очереди. Итак, Composition over Inheritance. Это мой любимый принцип. Простыми словами, он говорит о том, что когда нам необходимо использовать одну логику в нескольких местах, стоит не наследовать ее, а написать отдельный в класс, в котором она будет реализована, и потом использовать его просто как внешнюю библиотеку. Я начал применять этот принцип, когда начал писать на эликсире. Это функциональный язык, и там нет наследования. И он мне настолько понравился, что я перенес его в Ruby и практически забросил наследование. Когда сейчас я пишу код на Ruby и на Rails, я его не использую. С ним код становится чище, понятнее. Ну и к тому же в таком стиле можно писать на Гулан, к эликсир в любом другом необъектно-ориентированном языке. Он дает нам гибкость еще и в выборе технологий. На самом деле мы им пользуемся очень часто, когда применяем обычные библиотеки. То есть, например, faraday.get.url, file.read.path. Мы не наследуем наши классы от faraday или file. Мы просто используем их как некий объект, который может выполнить какие-то действия для нас. Давайте рассмотрим небольшой пример. Представим, что у нас есть несколько разных API-интерфейсов, контроллеров, которые работают по-разному, с разными данными клиентами, но у них общая система авторизации, используя JSON-web-токены. Выглядеть это может примерно вот так. Все будет в целом работать. У нас есть API-контроллер, в котором мы реализовали нашу логику авторизации, и все остальные контроллеры унаследованы от него. Соответственно, логика авторизации для всех будет одинакова. Но тут есть одна неприятность. Система будет в дальнейшем развиваться, и поскольку все эти контроллеры, как я уже сказал, разные, то и развиваться они будут по-разному. Какая-то логика будет общая для двух контроллеров, но отличная для третьего, или разная для всех трех. Получается достаточно много всевозможных комбинаций, но всего одна точка входа – это API-контроллер. И используя Composition over Inheritance, мы можем вынести логику авторизации в отдельный класс и просто использовать его в каждом контроллере как внешнюю библиотеку. Примерно вот таким образом. Мы написали класс, который называется GVT Authenticator, и использовали его в Before Action в каждом контроллере в отдельности. Как вы видите, мы уже получили некую дополнительную гибкость. То есть токен в каждом контроллере мы можем брать из разных мест, либо из разных хеддеров, либо вообще из параметров. При этом основная часть авторизации JSON Web Token остается одна. Что делать, если мы добавим сюда какой-то новый контроллер, у которого будет совершенно другая авторизация? Ну, тогда нам просто достаточно написать новый класс, который реализует эту новую логику, и применить его. Фактически, мы в данном случае отказываемся от Dry Principle, потому что нам приходится везде копировать использование методов. Но мы получаем дополнительную гибкость, и код становится гораздо милее связанным. Похожего поведения в Ruby можно добиться, используя модули. Но на самом деле, модули это тоже нечто вроде множественного наследования. Причем, это метод специфичный именно для Ruby. Принцип Composition over Inheritance же работает во всех языках, и позволяет делать код чище и лучше. Далее следуют Solid принципы. Это один из самых знаменитых наборов, которые все любят, знают и спрашивают на интервью, как я уже говорил. Они не все хорошо применимы в Ruby, поскольку изначально создавались для языков вроде Java. Но, тем не менее, эти принципы полезно знать и понимать. Пройдемся по ним тоже. Итак, для начала, Single Responsibility. Это достаточно простой принцип. Он говорит о том, что каждый объект должен иметь одну обязанность, и эта обязанность должна быть полностью инкапсулирована в класс. В принципе, ничего сложного тут нет. Хорошим примером тут является Sidekick Worker. У него есть всего один метод perform, который выполняет одну операцию, один маленький кусочек логики, и все. Плохим примером же является, например, Active Record. Как я уже показал в начале, в наших моделях в Rails содержится огромное количество различной логики, буквально половина всего приложения может лежать в модели, и это огромное количество Responsibilities в одном классе. Так делать не надо. Следующий это OpenClose Принцип. Его описание из Википедии достаточно сложное и непонятное. Программные сущности, то есть классы, модули, функции, должны быть открыты для расширения, но закрыты для изменения. Это означает, что эти сущности могут менять свое поведение без изменения их исходного кода. Основным инструментом OpenClose Принципа, который лучше всего описывает его работу, на мой взгляд, является Dependency Injection. Не надо путать с Inversion, это немного разные вещи. Давайте посмотрим пример, как это работает. Представим, что у нас есть некий класс Report, который делает какой-то отчет. И мы хотим иметь возможность по-разному отображать его нашим пользователям. То есть это могут быть JSON-данные для какого-нибудь API, это может быть HTML-данные для страниц, и возможно в будущем что-то еще. Мы можем реализовать это при помощи условного оператора непосредственно в коде самого класса Report, и в принципе это будет работать. Но каждый раз, когда мы будем менять как-то или добавлять новый тип данных в этот класс, нам придется править код самого класса. И при каждом изменении у нас есть шанс что-то сломать, причем иногда даже в совершенно неочевидном месте. И если что-то работает, то лучше это не трогать. Как раз-таки метод OpenClose позволяет нам не трогать то, что уже работает. Как мы можем это сделать? Если мы напишем отдельные классы, как JSON-рендер, HTML-рендер, XML-рендер, каждый из которых знает, как отобразить данные в конкретном формате, мы можем передавать эти классы как зависимости извне в вызов метода класса Report, как это показано на данном скриншоте. То есть у нас есть метод Generate, который принимает параметры, и собственно RenderClass. И потом у RenderClass вызывается метод Render для отображения данных. В данном случае мы можем без проблем добавлять новые классы, как XML-render here, и мы можем передавать их извне в наш Report-генератор без проблем, меняя его поведение, не меняя при этом его собственный код. Примерно так и работает OpenClose принцип. Причем не всегда мы должны передавать извне какой-то класс, мы можем менять поведение при помощи dry-контейнеров, при помощи какого-то набора опций, параметров, чего-то еще. Основная суть в том, что мы меняем поведение класса, передавая какие-то данные, какие-то инструкции извне, и не трогая его код. Следующий принцип — это Liskov Substitution, или по-русски принцип подстановки Барбары Лисков. Формулировки Роберта Мартина, функции которой использует базовый тип, должны иметь возможность использовать подтипы базового типа, не зная об этом. Достаточно запутанная формулировка, сходу ее не так просто понять, но фактически это значит, что если мы наследуем родительский класс, то не стоит менять паблик-интерфейс в дочерних классах. То есть название методов, параметры, которые принимают эти методы, данные, которые возвращают эти методы, то есть тип данных, должны сохраняться. В таком случае, если мы не меняем паблик-интерфейс, то мы свободно можем использовать дочерние классы вместо родительского, и любой код использующих их даже не заметит разницу. На самом деле, тут стоит задуматься, когда нам вообще стоит применять наследование. По-хорошему, очень легко сломать наш код, если мы случайно даже изменим паблик-интерфейс дочерних классов, потому что внешние модули, которые его используют, просто не поймут, что с ними делать. И я бы сказал, что применять наследование следует тогда, когда мы слегка расширяем или уточняем уже существующую логику, а объекты при этом должны оставаться синтактически одинаковыми. В остальных случаях лучше либо использовать композицию объектов, либо создавать какие-то новые классы, или думать, что мы сделали не так в нашей архитектуре. Давайте рассмотрим небольшой пример для данного принципа. Пусть у нас есть класс Animal и дочерние классы Dog и Human. У всех этих классов есть метод Walk, соответственно, он принимает дистанцию и выводит некое сообщение о том, что наше животное куда-то идет. Также у нас есть класс Mover, который использует объекты типа Animal и двигает их, вызывая метод Walk. Все работает прекрасно, пока у нас не появится класс Whale, то есть кит. Кит тоже животное, вот только ходить он не умеет, зато он умеет плавать. Соответственно, у нас должен появиться новый метод Swim вместо метода Walk. И класс Mover уже не сможет работать с нашим китом, несмотря на то, что кит это животное. Мы изменили внешний интерфейс дочернего класса и сломали совершенно не связанный с ним класс, даже, возможно, не зная об этом, если мы имеем большую систему, где разные части используют что-то независимое, не связанное. Это очень простой способ выстрелить себе в ногу, пытаясь расширять функционал при помощи наследования. И пытаясь строить классы, которые основаны на реальном мире, а не на требованиях нашей бизнес-логики. Это, кстати, тоже хороший пример. Когда мы создаем структуру объектов, структуру классов, нам стоит полагаться именно на логику бизнеса, а не на реальный мир, потому что наш код зачастую от него отличается, и это нормально. Итак, как же мы можем починить данную ситуацию? На самом деле просто. Если у всех наших дочерних классов вместо метода walk будет один метод move, то мы не должны менять public interface. Везде он остается одинаковым, и, соответственно, наш класс mover свободно сможет использовать все дочерние классы. Примерно об этом в общих словах и говорит Lisk of Substitution. Следующим принципом в Solid наборе является Interface Segregation, то есть разделение интерфейсов. В формулировке Роберта Мартина клиенты не должны зависеть от методов, которые они не используют. Эта формулировка достаточно понятная, то есть мы просто не должны создавать слишком толстые интерфейсы со слишком большим количеством методов. На самом деле в Ruby он не слишком хорошо применим, потому что у нас нет интерфейсов. И если мы используем принцип Single Responsibility, то наши классы должны иметь достаточно мало методов, и соответственный интерфейс у них и так будет маленьким. Здесь говорить особо не о чем. И последний в этом наборе принцип Dependency Inversion, инверсия зависимостей. Формулировка звучит так. Модули верхних уровней не должны зависеть от модулей нижних уровней, а оба типа модулей должны зависеть от абстракций. При этом сами абстракции не должны зависеть от деталей, а вот детали должны зависеть от абстракций. Это, наверное, самое запутанное определение, которое практически невозможно понять. И примеры тут не слишком помогают, потому что чаще всего принцип объясняют через интерфейсы, которых в Ruby, как я уже сказал, нет. Однако у нас за неимением интерфейсов есть DuckTyping. И если мы сохраняем некий контракт, что мы не будем менять внешний интерфейс класса, то есть, что они будут использовать методы с одинаковыми названиями, одинаковым набором атрибутов и одинаковыми возвращаемыми типами данных, то DuckTyping полностью нам заменяет наш Dependency Inversion. По сути, интерфейс скрыт, как некая абстракция в самом языке. Именно поэтому использование этого принципа в Ruby не слишком очевидно. На самом деле здесь нужно понимать, что не всегда абстракцией, которая лежит между нашими классами, должен быть именно интерфейс. На самом деле это может быть любой класс, который скрывает реализацию более низкоуровневых методов. Например, когда мы используем ActiveRecord, он скрывает от нас генерацию запросов к базе данных. Мы используем класс ActiveRecord, а он уже сам вызывает библиотеки PostgreSQL, MySQL или Oracle. По сути, это похоже на OpenClose принцип, но, тем не менее, он именно скрывает низкоуровневую реализацию. И этот принцип покрывает такие паттерны, как декоратор, фасад, мост и так далее. То есть создает абстракции, скрывающие низкоуровневую реализацию. Я бы не рекомендовал использовать его слишком часто, потому что, когда система перегружена абстракциями, ее очень тяжело читать и понимать. А в современном мире считаемость кода зачастую чуть ли не ценнее, чем его производительность. И даже красивый примет для доклада я, честно говоря, так и не смог придумать. Они получаются либо слишком сложными и некрасивыми, либо я пытаюсь придумать абстракцию там, где она на самом деле не нужна. Но, тем не менее, хорошо понимать, что если у вас есть некоторые методы с большим набором параметров, которые вам хочется гибко использовать, возможно, в других местах, возможно, стоит создать абстракцию, которая будет скрывать слишком сложную реализацию от пользователей. И мы переходим к последнему набору принципов, которые на самом деле говорят примерно одно и то же, но разными словами. Первый из них это Keep it Simple КИС. Достаточно простой принцип, который говорит о том, что просто не надо усложнять код, пока не возникло такой необходимости. Если вам нужно просто сложить два числа, то не стоит писать для этого три класса и пять абстракций. Если что, это реальный пример из книги по Джава. И если вы пишете какой-нибудь калькулятор, то вряд ли вам нужно добавлять туда всевозможные операции с валютами или уравнение из квантовой физики. По крайней мере, пока у вас не возникло такой необходимости. Просто не нужно делать то, что вам сейчас не нужно для ваших задач. Следующий принцип называется You are not going to need it. Он очень похож. Он говорит о том, что не нужно пытаться реализовать логику на будущее, которая вам пока не нужна. Вы просто переусложните и запутаете код, и с большой вероятностью то, что вы создадите, никто использовать не будет. В настоящее время практически вся разработка руководствуется agile подходом, и мы стараемся требования менять на ходу в процессе разработки. Вы можете потратить очень много времени на создание какой-то сложной системы, а потом требования изменятся, и окажется, что все это время просто потрачено впустую. Так делать не надо. И последний метод из этого набора Avoid Premature Optimization. Он говорит о том, что не надо пытаться оптимизировать код, пока в этом нет нужды. Есть такая цитата, которую приписывают Филу Карлтону о том, что в разработке есть две самые сложные вещи. Это нейминг и инвалидация кэшей. Так вот, не надо пытаться думать о кэшировании и заботиться об их инвалидации, а также о горизонтальном масштабировании, обработке тысяч запросов в минуту, если вы еще даже не запустили свой проект на Хероку. Более того, если вы пытаетесь об этом думать, то, скорее всего, вы никогда его и не запустите. Просто не хватит времени. Ну, и в заключение хотелось бы сказать, что хоть из доклада и кажется, что я не люблю паттерны, на самом деле это не так. Паттерны — это замечательный набор примеров, которые полезно знать хотя бы для расширения кругозора, для того, чтобы посмотреть на какие-то лучшие практики от других умных людей, которые придумали это до вас. Ну, и, собственно, посмотреть, как применять паттерны. Я скорее хочу показать, что есть более низкоуровлемые и всеобъемлющие подходы, которые дают вам больше свободы и гибкости. И стоит всегда пытаться найти что-то новое, выучить это и начать применять. К тому же, принципы, как я уже говорил, работают не только в Ruby и не только в объектно-ориентированных языках. С теми же самыми принципами вы можете писать хороший код и на Go, и на Elixir, и на функциональных языках. Они дают вам гибкость в выборе технологий. Можно сказать, что я призываю разбираться в том, как работают те или иные вещи. Мы рассмотрели, как паттерны опираются на принципы, но тех же самых принципов много. Я показал набор, который нравится мне, и я призываю вас изучать другие, возможно, придумывать новые, которые потом начнут использовать другие люди, и подбирать под свой стиль разработки для того, чтобы писать хороший и красивый код. Итак, спасибо за внимание. Я буду рад ответить на вопросы в следующем отделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok